Здравствуйте! Сегодняшнее занятие расчеты на прочность, вибрации и критическая частота вращения. Сразу хочу сказать, что в расчетах на прочность мы рассматриваем здесь, в этом занятии, только расчет на прочность лопаток. Как корпуса турбин, валы роторов, вы рассматриваете самостоятельно по учебнику. Лопатки. Здесь показаны различные лопатки последних ступеней для отечественных заводов. ЛМЗ отечественный, Харьковский завод уже не отечественный, но вместе с тем в нашей энергетике таких лопаток большое количество применяется, поэтому здесь они приводятся и во всей учебной литературе это тоже приводится. Лопатку последние именно ступени мы в курсовом проекте и разбирали, и рассматривали, и расчет на прочность для нее как раз и вели. Напомню, что силы, которые действуют на лопатку, разделяют на, или усилия эти разделяют на динамические и статические. Динамические связаны с движением парового потока, и они действуют следующим образом. Из-за разницы давлений на входе в лопатку и на выходе из нее возникает сила, которая стремится изогнуть лопатку в этом направлении. С другой стороны, лопатка имеет вогнутую сторону и выпуклую сторону. Вогнутая сторона называется стороной разрежения, а выгнутая сторона – стороной давления. И разница давлений в этом направлении не только крутит лопатку, но и стремится изогнуть ее также в этом направлении. Таким образом, от динамической составляющей действия этих сил возникает результирующая, вот она, которая каким-то образом стремится изогнуть лопатку. Кроме того, на лопатку действует статическая составляющая, связанная с постоянством частоты вращения, и она стремится. То есть из-за нее возникают центробежные силы, которые стремятся вырвать лопатку из замкового зацепления. Вот эти обе силы определяются, и мы их определяли. И на их основе выбирается материал изготовления лопатки по максимальной силе. То есть лопатка должна удерживать напряжение, которое максимально возникает в ней. Ну вот, собственно, расчеты, это все в курсовом проекте, и этого достаточно для того, чтобы... То есть материалов в курсовом проекте достаточно для того, чтобы ответить на экзамене на этот вопрос. Вибрационные явления. Они вообще, в общем, если говорить, они возникают по двум причинам. То есть с одной стороны в турбине, с одной стороны из-за работы лопаток в этих условиях, и с другой стороны из-за работы и вращения самого ротора. Так вот, лопатки оказываются в условиях действия периодических сил из-за того, что рабочее колесо двигается, и рабочая лопатка постоянно оказывается то в потоке, когда она пересекает проточную часть, то на нее поток не действует, когда она пересекает сечение самой сопловой лопатки. И вот это импульсное воздействие или периодическое воздействие вызывает колебательные явления в лопатках, которые, в свою очередь, затем вызывают вибрационные явления, нежелательно. Колебательные явления вот здесь показаны в этих трех рисунках. Для безбандажных лопаток это для лопаток с бандажами. То есть вот лопатки могут просто так вибрировать, колебаться. Здесь это так называемые колебания первого тона. Если есть узловая точка одна, то это колебания второго тона. Если есть две узловых точки, то это колебания третьего тона. То же самое для бандажных лопаток. Это колебания первого тона, нет узловой точки, но, видите, они колеблются все в одном направлении, то есть бандаж их тянет в одну сторону, в отличие от этих. Это колебания второго тона, одна узловая точка с длиной полуволны. Это с двумя узловыми точками колебания третьего тона, полная волна. Ну и вот так и могут быть еще колебания с одной узловой точки, значит, второго тона, когда концы крутятся в одну сторону. Отстройка вообще турбины от колебаний, ну это вообще сложное дело. И вообще на вибрации турбин ни одна кандидатская защищена, и ни одна докторская, и ни десяток, и еще ни одна будет защищена и дальше. То есть этот процесс бесконечен точно так же, как стремление к максимальному КПД к единице. Ты можешь приблизиться, но не можешь достигнуть. И здесь. Ты можешь приблизиться к какому-то идеалу, но ты не можешь достигнуть отсутствия вибрационных явлений, если есть у тебя вращающийся механизм. Минимизировать их нужно и очень сложно. От каждого вот этого вида колебаний по-своему нужно вести эту отстройку. В данном случае это все обеспечивается пока только под дожем. Ну, конечно, материал толщин лопаток, но форма толщины и массы, они же ведут к увеличению массы. И это означает, что еще больше будут силы возникать центробежные, которые будут стремиться. Замок надо будет усилить. Ну, и вот этих вот моментов здесь достаточно много. Это так называемые осимые колебания. Они связаны не с действием сил, разницы давления, они связаны вообще с конструкцией дисков и самих вот этих колес, как это все сделано. И с организацией между вот этого пространства, зазоров и того, как сделана проточная часть. И вот отстроить вот от этих колебаний нужно настраивать сами диски. То есть их достаточно, не то чтобы жестко, они все жестко закреплены. Но оптимизировать пространство между ними и форму самих дисков и конструкцию этого совершенства. И вот для того, чтобы от этих осевых колебаний отстроить. Следующий вид колебаний – это крутильные колебания. Они связаны с тем, что это для трехмерных лопаток характерно. И кроме того, что лопатка от разницы давлений, вибрирует, она еще стремится разогнуться. И это тоже сопровождается вот с одной узловой точкой, вот с двумя узловыми точками. Разные формы колебаний. Понятно, амплитуды разные в разных местах. Отстроить от этих колебаний можно за счет применения бандажей, но это для высоких лопаток. За счет применения бандажей в виде бандажных проволок. Одна проволока, две проволоки или конструкция бандажей. Еще раз повторюсь, это процессы сложные и минимизировать их достаточно сложно. Но для этого следует читать даже не учебную, а специальную профессиональную литературу, чтобы глубоко погрузиться в эти процессы. Теперь следующий момент. Критическая частота вращения. Понятно, что если мы имеем некоторый вал, который лежит на двух опорах, то масса его стремится его изогнуть таким образом. Здесь показана разница между... Одна линия характеризует вращение с одной частотой, а вторая линия характеризует вращение с другой частотой. Понятно, что вот эта разница тем больше, чем меньше частота вращения. Чем больше частота вращения, тем вал приближается к оси вращения. Разница, вот это расстояние, называется эксцентриситетом. Он вызван разницей между центром тяжести и центром вращения по осям. И он существует всегда. Избежать его невозможно просто в силу того, что ротор очень сложная конструкция, большое количество деталей, сборки. Все это собрать. Но невозможно сделать так, чтобы это совместилось. Вот эта разница вызывает следующие формы колебаний при вращении. То есть, ну тоже видно, что нет узловой точки. Первый тон, одна узловая точка, второй тон и две узловых точки, третий тон и так дальше. И понятно, что чем меньше узловых точек, тем больше вот эта разница здесь возникает в расстоянии. То есть, вот она первая критическая частота вращения. Она самая опасная. Она вызывает самый большой разбег вот в этом расстоянии. И это она наибольшей степени шевелит турбину при вращении. Ее частота находится в районе примерно 600-1400 оборотов в минуту, как правило. Но это не всегда так. И нахождение ее очень важно, потому что при пусковых режимах нужно эту частоту пройти быстро. Вторая критическая, третья критическая, они уже очень часто находятся за пределами штатной частоты вращения. И вообще турбины не достигаются. Но эти частоты тоже нужно определять. И чтобы быть уверенным в этом. И иногда бывает, что она оказывается вторая критическая, тоже вот в зоне штатной частоты. Ее тоже нужно быстро проходить. Никогда критическая частота не должна находиться на номинальной работе турбины. То есть на 3000 оборотах или рядом с ней. Минимизировать вот это расстояние к центриситет возможно при проведении процедуры. Ну, здесь к расчету то, что мы делали в курсовике. Можно при проведении процедуры так называемой балансировки ротора. Вот эта разница, она вызывает действие некоторой силы, которая направлена каким-то образом. Для того, чтобы снизить вот эту величину Е, необходимо компенсировать эту силу, которую вызывает эта разница. Ее можно компенсировать за счет того, что ты сделаешь какую-то другую силу в противоположном направлении и симметрично ей. Для этого нужно повесить соответствующий грузик на эту часть ротора. Сложная конструкция, как наш ротор, например. Если действуют две силы, которые стремятся изогнуть, то нужно соответственно два грузика повесить, чтобы компенсировать действие этих сил. Ну и он приблизится к оси вращения. Эту процедуру вообще в целом проходят все колеса, все автомобилисты на шиномонтажках. Только в нашем случае станок более сложный и процедура посложнее, чем это выглядит на шиномонтаже. Но именно за счет балансировки ротора эта процедура делается после каждой выемки ротора и после каждого перенабора, скажем так, лопаток. После замены лопаток или после сборки и разборки ротора это обязательно процедура проводится и минимизируется. Как раз величина эксцентриситета за счет этого. Ну вот, у меня все. Спасибо за внимание.